В эфире события дня в студии Кристина Леонова. Здравствуйте! Как всегда, расскажем вам о ключевых новостях Курской области. Всему виной стихия. Из-за ледяного дождя жители сразу нескольких районов остались без электричества. Перебой в работе и у электротранспорта. Как справляются с непогодой Куряне узнала Мария Колосова. Ход работ под контролем. Глава региона Роман Старовойт посетил ряд строительных площадок в Курске. Итоги поездки губернатора подведет Станислав Костиков. Застывшие во льдах ветви деревьев и провода. Затянутые морозной корочкой поля. Романтично только на словах. Постапокалиптичную картину Куряне наблюдали на выходных. На регион обрушился ледяной дождь и оставил без электроснабжения тысячи человек. Проблемы были и в областном центре. Например, обледенение контактной сети парализовало работу электротранспорта. Звуки бензопил не умолкают по всему Соловьиному краю. Над устранением последствий ледяного дождя коммунальщики трудятся уже третьи сутки. Окочневшие деревья оборвали провода. Без электричества остались сотни домов в разных уголках области. Рук на всех не хватило. Поэтому на подмогу Курянам приехали бригады энергетиков из соседних регионов, в том числе и стулы. Они готовятся к похожему сценарию и у себя дома. У нас сейчас погода очень серьезная. Меняется. То есть и оттепель, и похолодание, и ледяные дожди зимой частенько. Сейчас в Туле какая погода? Минус три, минус четыре. Комфортная. Но ждем в среду тоже ледяные дожди. В Курском районе бригады трудятся на пределе возможностей. Но и стихия не отступает. Мелкая изморозь в считанные секунды застывает на проводах глазурью. За работами с надеждой наблюдают местные. Андрей Лобищев делится. Беда одна не пришла. Из-за перебоев с электричеством на выходных были и проблемы с водой. Людям пришлось буквально скользить к местному колодцу и обратно балансировать полными ведрами. Метров 600 от дома. Света не было. Насосы не работали. Ну, водяные. Пришлось ходить на колодец за водой. А ходили вы, наверное, не один, да? Ну, а кто еще? Два ведра в руки и пошел. Чтобы электричество поступило в дома людей как можно скорее, работают 74 курские бригады и еще около 30 из других регионов. В областном центре от непогоды больше всего пострадали троллейбусы и трамваи. А точнее их контактные сети. Специалисты электротранспорта приводили в порядок сети практически круглосуточно. В субботу, в воскресенье это все случилось. Были вызваны в ночь водители чистить контактную сеть, я в том числе. Но мы смогли доехать только до Московской площади. Дальше все. Дальше мороз усилился, как бы минус 4 стало. Были вызваны контактники, они пытались отбивать сеть. Сейчас, да, сейчас как бы потеплело. Была очищена сеть на Северо-Западном районе. Вот только сейчас троллейбус поехал на Северо-Запад. На сегодняшний день удалось полностью нормализовать работу 1-4 трамвайного маршрута и 1-11 троллейбусного маршрута. Работа по маршруту 2,9 существует от Знаменского собора до кольца на улице Пучковка. В настоящее время ведутся работы по расчистке участка от кольца улицы Пучковка до улицы Дружба. По данным синоптиков, курянам пока расслабляться не стоит. Погода преподнесет еще не один сюрприз. Во вторник, 22 ноября, днем столбик термометра может подняться до 8 градусов тепла, а в ночь на среду снова поползти вниз до минус 1. Мария Колосова, Владислав Соболев и Геннадий Воробьев. События дня. Непогода навредила курянам не только отключениями электроснабжения, но и буквально, физически. В травмпунктах, наплыв пациентов, только за два дня скользкая дорожка привела в медучреждение 77 человек с переломами и растяжениями. Из них двоих детей пришлось госпитализировать. Почти сотня пострадавших, и это только те, кто обратились за медицинской помощью. Некоторые отделались ушибами и совсем нелегким испугом. Многим придется в ближайшие недели ходить в гипсе. За пару дней улицы Курска превратились в сплошной каток. Я вам скажу, что, конечно, центр следят за центром, а периферия слаба. Во дворах очень слабо. Вот такие улицы, допустим, вот как аэродромные тротуары, практически нечищенные. Очень скользко, я считаю, потому что никто за этим не следит особо. То есть в центре я чуть ли не упала раз в пять точно, а зима только началась. Надо посыпать только тротуарные, а дороги хорошо посыпаются. В эти выходные кто-то уже травму получал? Вы или родственники? Пока не слышал, я не попался. Господи, прости мою душу. В городских травмпунктах очереди уже с утра. Врачи говорят, что затягивать с лечением не стоит. Иногда даже незначительный, на первый взгляд, ушиб требует осмотра. Необходимо как можно раньше обратиться за помощью. Необходимо наложить холод, иммобилизацию, вызвать скорую помощь и обратиться к нам за помощью. У нас рентгенаппарат новый, то есть всем пациентам оказывается неотложная помощь, которая включает осмотр, рентген исследование. Ну и там определяется дальнейшая тактика лечения. Всю статистику по таким пострадавшим собирают в центре медицины катастроф. К сожалению, уже зафиксирован и смертельный случай. От переохлаждения в собственном огороде умер житель посёлка Солнцево. По словам медиков, мужчина был пьян. Врачи предостерегают, алкоголь не поможет согреться. И напоминают нехитрые правила безопасных зимних прогулок. И как падать, надо учиться в обязательном порядке. И на руки не падать, потому что тогда будут переломы в руках. Надо падать на бок, как бы перекатываясь. Но не это самое главное. Самое главное – надо одеваться по сезону, обувь по сезону, не на шпильках девушкам ходить. По прогнозу синоптиков, оттепель вернётся в наш регион уже на днях. Ангелина Яхонтова, Антон Латышев, События дня. Парк «Патриот», областная больница на проспекте Плевицкой, легкоатлетический манеж на улице Веспримской и поликлиника и детские сады в микрорайоне Северный. Стройплощадки этих и других объектов в Курске посетил глава региона Роман Старовойт. Ходом работ на некоторых участках своего маршрута губернатор остался недоволен. Станислав Костиков продолжит. Горы песка, снежные заносы и немногочисленные группы рабочих. Так сейчас выглядит территория парка «Патриот» на проспекте Победы. Масштабную реконструкцию планировали завершить до конца года. Однако стройка забуксовала. Территорию планируют благоустроить. Здесь появятся пешеходные зоны и пандусы для маломобильных граждан. Пока работы выполнены только на 70%. А это будущая поликлиника на проспекте Дереглазово. Она рассчитана на 600 посещений в смену. Здесь будут принимать и детей, и взрослых. Сейчас ведется внутренняя отделка здания. На объекте ежедневно трудятся около 80 человек. С набором медицинского персонала сложностей тоже быть не должно. Также на севере Курска возводят два детских сада-близнеца. Каждый на 150 мест. Губернатор лично оценил качество стройматериалов. Первых малышей садики смогут принять уже в конце следующего года. Одна из самых масштабных и долгожданных строек в Курске – детская областная больница на проспекте Плевицкой. Сейчас рабочие забивают сваи и подготавливают фундамент. Как и обещали, мы до конца года постараемся поставить по корпусу полностью. Современная столовая, бассейн, актовый зал. Гимназия номер 63 на проспекте Клыково практически готова. Строительно-монтажные работы планируют завершить до декабря. Задача поставлена. После каникул уже? Да, с 9-го числа начать обучение. Строительство крытого, легкоатлетического манежа на улице Веспремской тоже выходит на финишную прямую. Здесь планируют оборудовать беговые дорожки, места для метания дисков, прыжков в длину и высоту. Риски какие? Ну, на сегодняшний день больших рисков я не вижу. Но вот единственное, что погода нам немножко мешает с благоустройством. Три месяца идут дожди. Ну, все делаем. Сейчас мы заводим. Ну, не три, а прям. Три месяца. Не заливайте. Ну, у нас. Синтез. Это первый крытый легкоатлетический манеж в Курской области. Его строительство обещают завершить в декабре. Это же нацпроект? Да. Это нацпроект. Там ни в коем случае нельзя срывать сроки. Также Роман Старовойт проверил стройплощадку жилого комплекса на улице Энгельса. У подрядчика были проблемы с финансированием. Теперь вопрос решен. В первую очередь мы планируем сдать в 2023 году до конца года. И в вторую очередь до середины 2024 года. Незапланированная точка рабочей поездки губернатора – подземный пешеходный переход на улице Сумской. Подрядчик обещает завершить ремонт в ближайшее время. Итого, когда? Конец ноября, как и говорили. Конец ноября. Здесь или все? Здесь или все работают. На всех ведутся. На всех четырех. Для защиты от вандалов после реконструкции в подземных переходах установят камеры видеонаблюдения. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня. Должности получают имена. В Курской области продолжается работа по формированию регионального правительства. Пятым министром в новой структуре исполнительной власти стал руководитель комитета АПК Иван Музалев. С 18 ноября ведомство преобразовано в Министерство сельского хозяйства. Губернатор Роман Стровойт отметил, что агропромышленный комплекс региона – один из самых сильных в стране. А от курских аграриев ждут высоких результатов. В целом, работу по формированию правительства должны завершить до конца года. Сейчас высокие статусы получили пять курских чиновников. Евгений Лобов возглавил Министерство внутренней и молодежной политики. Александр Афонин – Минстрой. Дмитрий Савин стал министром имущества. Наталья Рудакова – финансов и бюджетного контроля. Иван Музалев руководит созданным в регионе Минсельхозом. Они внедряют новые сервисы, чтобы людям было проще и удобнее решать возникающие вопросы. И следят за тем, чтобы куряне не пополнили списки должников. Даже в непростое для страны время обеспечивает стабильность поступлений в бюджет. Курская налоговая служба принимает поздравления с профессиональным праздником и подводит итоги за год. Важный помощник ФНС сегодня – цифровые сервисы. Их уже более 70. И можно решать многие вопросы прямо из дома. Всегда открыты для диалога и специалисты. Их высокий профессионализм отметил глава региона. Роман Старовойт поздравил налоговиков с праздником, вручил награды и поблагодарил за работу. А вот ее результаты. С января по октябрь в бюджетную систему Курской области поступило почти 110 миллиардов рублей налогов и страховых взносов. Эти средства идут на выполнение социальных и основных задач государства. И на поддержку образования, здравоохранения, строительства и ремонта автомобильных дорог. И многое-многое другое. Сегодня Федеральная налоговая служба по Курской области – это большой дружный коллектив, способный выполнять любые задачи. Этот сложный год, я хочу сказать, уверенно хочу сказать, что вы блестяще прошли. Служба продолжает совершенствоваться. С 28 ноября налоговики Курской области переходят на двухуровневую систему. Помимо прочего, это значит, что куряне смогут обращаться в ближайший налоговый орган внутри региона. Нам всем нужно быть храбрее, считает восьмиклассник из Потешского района Максим Чеканов. Школьник спас женщину из горящего дома. Подросток гулял и заметил, что из-под крыши здания идет дым, а хозяйка просит о помощи. С этой стороны дым шел, с той стороны дым шел. Максим понял, что произошла беда. Подошел ближе и увидел силуэт женщины в окне. Она кричала, помоги мне. Мне стало страшно, что там сидит человек, и надо ему помочь. Но я сам не испугался и начал этого человека спасать. Самое главное, надо не бояться вызвать пожарную службу и быть храбрее. Школьник взял кирпич, разбил окно. Потом забрался вверх в покладки и ногой смог выломать раму. Буквально через минуту заложница была на свободе. Прибывшие спасатели констатировали, дом заперт изнутри, горят диван и личные вещи. Максим же ушел и о случившемся не рассказал даже маме. Маме был произведен опрос всех жителей деревни Макаровка на предмет установления причины пожара и виновного лица. Так мы получили оперативную информацию, что Чеканов Максим помог эвакуировать женщину из горящего дома. Максим хорошо учится, занимается спортом и собирается вступать в юнармию. А жительница Макаровки, которая попала в беду, возможно, сама стала виновницей случившегося. Спасенная женщина состояла в группе риска, так как она злоупотребляла алкогольными напитками. С женщиной проведена беседа, профилактические мероприятия. За храбрый поступок Максиму вручили благодарственное письмо регионального управления МЧС. Сейчас решается вопрос о награждении школьника ведомственной наградой за спасение на пожаре. Кристина Леонова при содействии Пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области. События дня. В Курске с базы аварийно-спасательной службы снова отправили посылку для нужд СВО. Гуманитарный груз для наших военнослужащих в этот раз составил тонну. Раскладные столы и стулья, водяные насосы, термобельё и два ящика писем. Их участникам СВО передали школьники. Всего на передовую отправили более тысячи трогательных посланий. Письма приходят, привозят в комитет образования, письма пишут наши школьники Курской области. Я думаю, что военнослужащие с удовольствием их прочитают в тех местах, где находимся. Гуманитарную помощь собирали по заявкам Комитета региональной безопасности. Часть вещей направят в военные части Курского гарнизона. Они пришли в КГМУ всего три месяца назад, но уже засияли на сцене. На торжественном гала-концерте назвали самых творческих ребят фестиваля первокурсников «Смотрите, кто пришёл». Тогда же стала ясна главная интрига вечера, какой факультет забрал кубок ректора. И кубок ректора Курского государственного медицинского университета уносит с собой сегодня, как вы думаете, кто? Лечебный факультет. Под громкие овации лечебный факультет получает первое место в конкурсе. Заслуженное, ведь каждый из ребят невероятно талантлив. Никита Тельнов занимается музыкой уже 12 лет. На фестивале выступал с песней Леонида Агутина «Включите свет». Мне показалось, что эта песня поможет как-то сплотить зал, потому что «включите свет», «дайте звук», слова такие в песне. И мне показалось, что эта песня поможет как бы сплотить зал присутствующих студентов разных курсов, педагогов. Всего собралось около 700 зрителей и более 200 участников. Много в зале и иностранных студентов. Некоторые подготовили свои номера, другие пришли отпраздновать вместе со всеми. Сейчас в стенах университета учатся представители 46 стран. Фестиваль получился действительно международным. Они сегодня тоже будут и петь, и танцевать. И это один из элементов серьезных адаптаций иностранных студентов для жизни в России. Кроме того, что они познают законы Российской Федерации, они еще представляют свою культуру и знакомятся с нашей культурой. Концерт приурочили к Международному дню студента, который отмечается 17 ноября. А значит, поводов для поздравлений было в два раза больше. Диана Пахомова, Антон Латышев. События дня. Быстро, безопасно и без рубцов. Так можно описать уникальную процедуру вакуумной аспирационной биопсии. Это современный метод удаления новообразований молочной железы. В Черноземье такие операции проводят только в медицинском центре «Медосист». Специальная роботизированная игла входит в ткани практически без разрезов и за считанные минуты удаляет фиброденому или другие образования в молочной железе. Это особенно важно для женщин, планирующих беременность. При обычной процедуре могут быть затронуты млечные протоки. В будущем это риск возникновения мастита. Метод вакуумной аспирационной биопсии исключает такую вероятность. С точки зрения лечебной мы убираем образование молочных желез, как доброкачественные. С точки зрения диагностической мы убираем образование и непонятные диагностические участки ткани молочной железы, для того, чтобы верифицировать гистологический диагноз. Либо это доброкачественное образование, либо это может быть и недоброкачественное образование молочной железы. Операция длится около часа под местной анестезией, а реабилитация потребует всего лишь один день. Сохранить удается не только здоровье, но и эстетику. Процедура не оставит ни рубцов, ни шрамов. В Медосисте мы продолжаем выполнение вакуумно-кранспирационных биопсий, выполняем их на аппарате Encore Inspire, американская ферма BART System. Это аппарат экспертного уровня, ни в Белгороде, ни в Орле, ни в Липецке. Этих аппаратов нет, поэтому наш центр будет выполнять вакуумно-кранспирационную биопсию, вернее продолжать выполнение. Осваивать новейшее оборудование помогают московские коллеги. Мастер-класс по проведению процедуры провёл Михаил Мазо, старший научный сотрудник Национального центра онкологии, репродуктивных органов имени Герцена. На базе этого центра применяются все современные технологии, и внедрение новых методов дооперационной диагностики, амбулаторной диагностики, позволит усовершенствовать современную диагностику здесь, в этом городе. Данное оборудование позволяет провести на амбулаторном этапе, опять же, подместной анестезии, без госпитализации, верификацию подозрительных образований в молочной железе, и это создаёт преимущество в диагностике. Специалисты приехали в Медосист в рамках образовательного семинара. Они уже стали неотъемлемой частью работы медицинского центра. Мы последнее время, наряду с лечебной деятельностью, всё больше и больше внимания уделяем каким-то образовательным программам для докторов. И мы считаем, что те реформы, которые запланированы нашим медицинским руководством, нашим правительством в области медицины, неосуществимы без реализации программ обучения медицинского персонала, в частности, докторов, медицинских сестёр. Мастер-класс посетили более 30 квалифицированных врачей из Центрального федерального округа. Кристина Горлатых, Геннадий Воробьёв. События дня. Взяли высоту. Прошедшие выходные в Курске прошло одно из самых зрелищных событий месяца. Финал Кубка губернатора по конному спорту. Величественные лошади, темпераментные наездники и одна победа. На ярком турнире побывала наша съёмочная группа. К победе можно двигаться не только большими шагами, но и большими прыжками. Особенно, если речь идёт о конкуре. Самая трудная – каменная стена. Для тех, кому она покорилась, высота барьера повышается на 10 сантиметров. Лошадь Анны Громдиной считается небольшой. В холке – 159 сантиметров. Но с лёгкостью перепрыгивает собственный рост и достижение соперников. У дуэта заветное первое место. Это очень такая эмоциональная лошадь. И даже в рамках этого нашего партнёрства, пока мы искали с ней ключики, она уже несколько раз побыла мамой и маткой. У неё уже три прекрасных же ребёнка. Но сейчас всё-таки мне удалось подобрать к ней, скажем так, ключики. И мы с ней сейчас успешно достаточно выступаем. Чтобы в этом спорте во всех смыслах быть на коне, сесть в СИДО нужно рано. Занятия начинают уже с шести лет. Тренер Максим Вакин своего первого скакуна помнит до сих пор. Она была никчёмная в спорте. То есть, ну вообще вот. Но мне вот маленькому ребёнку нравилось. Вот я ходил, гладил её, всё-таки водил, чистил. А он был не спортсмен вообще. Он в прокате ходил. Вот. Мне, как тоже маленькому мальчику, 11-летнему, дали эту лошадь, я на ней начинал ездить. Это был будионовский меринг, гненной масти. Кличка его была «Челнок». В турнире участвовали 130 спортсменов, среди которых гости из других областей и 40 курян, в том числе ученики конно-спортивной школы, где сейчас занимаются больше 170 человек. Сейчас на мощность участвовали все. Тоже проявили и смелость, и ловкость. Некоторые прям даже удивили лошади, как здорово и высоко они могут прыгать. И дети там до той высоты, то есть детям нельзя было прям до конца прыгать. Но на то, что им можно было прыгать, это было зрелищно, это было хорошо, людям нравится, публика была довольна. Присутствующих поздравил губернатор Роман Старовой. Он отметил, что конкурс – очень красивый и благородный вид спорта. Я желаю всем сверху и здоровья. Желаю, чтобы все безопасно для себя, безопасно для собственного здоровья. Сегодня выступили и достигли тех целей, которые мы сегодня ставим. Дорогие друзья, с праздником! Призовой фонд соревнования составил 1 миллион рублей. Лучшей спортсменкой стала петербурженка Анна Громзина. Она победила сразу на нескольких маршрутах. Диана Пахомова, Сергей Дорохов, События дня. Не оставить наедине с трудностями и поддержать. В Курске в преддверии Дня мамы для родных мобилизованных организовали акцию «Крепкая семья – могучая держава». Теплую встречу провели в картинной галерее «Лейнеки». Сильная мама двоих детей – Ирина Гранкина. Теперь она за главного. Воспитывает ребят, ждет любимого и сама нуждается в поддержке. В данное время, конечно, мы понимаем, что очень тяжело, тяжело всем. Особенно у кого детки маленькие. Ну и понимаем, что это нужно. И вот такие мероприятия, как сегодняшние, действительно поддерживают. И морально как-то правильные слова находят. То есть и представители, и психологи. Для поддержки настроения – экскурсия во выставке Василия Ерофеева и концерт народной песни. Творчество часто лечит. Обсудили и правовые вопросы. Организаторы встречи уверены, что поддержка жен и матерей сегодня очень важна. Их любовь и молитвы особенно защищают наших мужчин. Говорят, что ангелы пропали. Говорят, на свете не живут. Просто у них крылышки отпали. И теперь их мамами зовут. Хочется поставить акцент на том, что очень велика роль матери в жизни не только каждого ребенка, но в жизни именно Родины. Не зря народ поставил имя матери и имя Родины рядом. В Курской области для родных мобилизованных организованы льготы и меры поддержки. Работают координационные центры и центры психологической помощи. Действует сразу несколько горячих линий. Очень много звонят. Я думаю, что где-то около 15-20 звонков за рабочий день поступают в соцсетях. Мы общаемся с матерями. И я понимаю, что им даже больше важна именно духовная и дружеская поддержка. Им необходимо поговорить, выговориться, может быть, где-то. Подобные акции в Курске будут проводить, пока в них будет необходимость. Диана Горяйнова, Сергей Малиев. События дня. На этом у нас все. Больше новостей на сайте 7info.ru и в социальных сетях. Оставайтесь с нами в эфире и за его пределами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»